Друзья, у нас сегодня тема вот какая. Чакры, эмоции, здоровье, закрытая группа. Главная у нас Рита Борд, выпускник Нью-Йоркского института фолистичной медицины и специалист Центра Сангейс по вопросам здоровья, правильного питания. Я буду говорить тоже, тоже буду участвовать как вспомогательный, помогающий, верите. И я буду говорить по поводу того, что у нас, в общем-то, в астрономерологии видны наши энергетические каналы. Ну, наверное, все знают о том, что эти каналы называются на санскрите «Нади». Все, наверное, знают о том, что есть чакры, чакры Центра Энергии, по которым течет так называемое, опять же, санскритское слово, жизненная энергия. Это называется прана. В общем-то, есть три главные, так скажем, вертикальные, если можно сказать, такие главные каналы. Первый самый главный канал, он называется су-шумна. Су-шумна – это центральный канал, по которому течет энергия вверх и вниз. Ну, и, в общем-то, если кто занимается или слышали про систему кундалини-йога, это вот тот самый змеевик, что ли, энергия, которая, можно соединиться, ее развить в нашем теле, физическом теле, а потом микрокосмом называется, а потом соединиться с макрокосмом через верхние чакры и через нижние чакры, то есть к Матушке-Земле. Правая сторона есть, это называется, ида, левая сторона называется пингала, то есть мужская и женская энергия. У каждого человека, независимо от того, это мужчина или женщина, имеется в виду, в каком теле мы находимся, есть и мужская энергия, и женская энергия. Правая сторона – это мужская, левая сторона – это женская, правая – это солнце, левая – это луна. Вы идете по улице, идет мужчина и женщина. Мужчина должен находиться справа от женщины. Ну, мы сейчас не будем говорить, где он должен спать, но, в принципе, вот, так сказать, лицом вверх, лицом вдоль, вот с правой стороны, короче говоря, от женщины должен находиться мужчина. Ну, сами понимаете, правши, они выхватывают шпагу вот правой рукой, поэтому, скажем так, кто-то говорит. На самом деле, это все не так. Это я шучу. Ну, вот таким образом, да. И у нас существует разный подход к чакрам. Мы сейчас будем говорить, о чакре Рита будет говорить, скажем, о чакре семи, семь главных чакр, а я буду говорить, добавлю еще парочку. Я надеюсь, все в порядке. Если есть вопросы, вы их задавайте. Дело в том, что чакры, еще раз, это энергетические центры, правильно? Они, в принципе, это представляется собой, как колесо. Есть такая поговорка, о которой мы учили, все цвета радуги, каждый охотник желает знать, где сидит фазан, да? Ну, вот, начиная с нижней чакры, красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, синий, головой синий филетовый, правильно? Вот, эти чакры, значит. Какая идея Рита будет медитацию делать в самом конце? Я скажу, как можно было бы делать по-простому, да? Самое простое. Вот. Во-первых, если вы знаете, какая чакра у вас закрыта, это, в общем-то, определить довольно несложно. Ну, во-первых, это можно определить на установках, во-вторых, есть люди, которые это видят, они могут вам сразу сказать, к примеру, наши энергетические целители, вот, Геннадий Лобанов, Александр Двичар, они видят, они даже берут фантом, да, как вы знаете, вы присутствуете в закрытой группе, и вы это видите. Они берут фантом, фантом обычно по фотографии, или же по скайпу, надо видеть человека, фотография должна быть как-то более свежим. Вот. И тогда они смотрят на эту фотографию, они видят, какая чакра, и где она, так сказать, открытая, закрытая, ну, условное название открытая-закрытая, где погнулась, где там, где-то там пошкрябана чакра, да? Шучу. Вот. Ну, и тогда, в чем мы делаем? Мы берем, в принципе, значит, смотрите, во-первых, чакры не только по вертикали, во-вторых, их нет у нас на физическом теле, это, они, так сказать, у нас не проявлены, это энергетический, так скажем, фантом чего-то. И здесь заключается в том, что если в какой-то области чакры находятся все органы, а эта чакра плохо работает, ну, в этом случае тогда, к сожалению, органы, которые находятся в области этой чакры, они задействованы, задействованы в нехорошую сторону, если чакра, понятно, не работает. Соответственным образом, когда мы идем себя к врачу, жалуемся там, 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 то врач разбирается в этих чакрах или не хочется разбираться, тогда он берет и лечит конкретно, вот, конкретная часть тела, конкретный орган, ну, сегодня это можно, всех разделили, опять же, много узких врачей, всем надо же работу получить, все надо деньги зарабатывать, вот они, как бы, в основном ноги, и все, конечно, они относятся к этому, как просто, к работе, и по этому поводу, значит, в чем мы берем, ну, вот, возьмем, допустим, чакру сердечную, правильно, называется анахат, она имеет зеленый цвет, ну, тут много разных интерпретаций, правильно, потому что, вот главное, ну, вот, что надо сделать, надо, значит, представить себе в области сердца, только сердце у нас, как бы, находится чуть-чуть, может быть, левее, верно, грудиный, там, по центру, а чахра сама находится не совсем там, она находится, может быть, чуть-чуть правее, ну, неважно, берем атлас, на интернете, это все очень неплохо написано, все очень классно, поэтому мы увидим все эти дела, все эти проекции, они не находятся на вертикальной линии, они немного отстают, вот последняя, то есть первая чахра, нижняя, она отстает немного, скажем, то, что находится там, в области копчика, промежности, и так далее, вот она отстает, сзади, как бы, чуть-чуть находится, вертикальной линии, где находится, если вот так спроектировать сверху вниз, смотреть сверху, она чуть-чуть, как бы, сзади находится, ну, а сердечная чакра, мы наполняем эту чакру, как и любую другую, там, где у нас есть проблемы, наполняем ее зеленым цветом, ну, и соответственным образом, мы знаем, что это, по-сердечной чакры, это любовь, и вот мы на этих, концентрируемся на этих эмоциях, и чакры, они вращаются, вращаются они, как, интересная вещь, вот подумайте, вот вы, допустим, где-то ходите, по кругу, по кругу людей ходите, вот, обратите внимание, в какую сторону ходят люди, они ходят по часовой стрелке, или они ходят против часовой стрелки, ну, есть там, где-то гуляют, где-то, вот куда вы идете, направо или налево, вот, допустим, у вас развилка, вы хотите обойти, вот сделать по этой кругу, и вот, в какую сторону вы все идете, вот, интересная вещь, в принципе, мужская энергия к вращение этих чек а она слева направо то есть по часовой стрелке вот и мне как то я обещал с моим или где-то на походе и вот и друзья были и вот мне друг этим спрашивает мимо это все рассказываю а нет естественно не весь но вот и он говорит а как на стадионе почему на стадионе люди бегают против часовой стрелки и я как-то не задумывался над этим вот и я смотрю и действительно если посмотреть так они почти бегают против часовой стрелки но на самом деле еще раз мужская энергия это по часовой стрелке женская энергия против что происходит когда я сказал мужчина иди находится справа от женщин топорист значит смотрите мы должны друг друга защищать то есть у нас как бы мужская энергия должна защищать женскую верно а женская энергия должна защищать мужскую какая самая сильная сторона сильная сторона правая верно значит так вот представьте себе вот вы смотрите на пару которая идет перед вами слева женщина справа мужчина значит мужчина у женщины с правой страна это и да вот эта мужская энергия а мужчина левая женская она его защищает и женской энергии у нас правая сторона и круг понимаете круг выдавать посчитаем этот круг круг у нас замыкается такое кольцо как и вот у мужчины правая сторона сильная женщины левая сторона слабая и получается что он как бы своей энергии тоже ее защищает знаете есть то есть здесь все должно быть соответственным образом правильным и обмен энергии мы сейчас не будем говорить про вторую чакра у нас сексуальная энергия пока не будем говорить об этом формате на самом деле напрямую связано с творчеством человек поэтому вот таким образом там еще зарождаются какие-то творческие какие-то идеи замысла творчество правильно я в данном случае имею ввиду мужская и женская энергия и я в данном случае имел только социальные но мы сегодня об этом не будем говорить потому что в принципе есть техника специальное развитие этой сексуальной энергии я помню где-то ну вот 25 лет тому назад я когда приехал с были программы по американскому телевидению сейчас наверное их уже нет и не знаю в общем короче говоря об этих программах была специальный какой-то такой раздел и там рассказывали обмен об обмене энергии между мужчиной и женщиной то есть сексуальная энергия на каком не на генитальном уровне она энергетическом уровне но еще раз говорю об этом мы поговорим наверно следующий раз не будем смешивать но давайте с этим более менее так понятно в принципе есть материал кто хочет можно получить этот материал это не вопрос давайте я тогда больше коснусь может быть как она происходит посмотрите 7 час так но на самом деле это значительно больше все так говоря вот эти вот наде вот эти каналы энергетических 300 8 представить 50 тысяч канал ну главное вот мы назвали а есть страсти пены и вот чакровая система есть главные чакры в нашем теле рано но и чакры которые находятся за пределами нашего тела то есть мы когда видим не такое бывает люди которые видят они находятся над головой тоже так когда мы знаем что краун чакра последняя сахасрара чакра она находится прямо на темечке вот где когда рождается ребенок то на первых порах принципе там находится времен к вот этот родничок который называет он не сразу зарастает то есть ребенок соединен он приходит как фантом или как допустим душа а нас приходит не из материального мира понимает поэтому у него существует связь пока еще что происходит когда ребенок раздается когда ребенок раздается момент его рождение и дикий стресс в трубе матери он находится он в принципе находится более-менее какой-то более-менее своей среде что ли так более натуральной для него среде ну если не считает что-то мама ведет себя будем что все хорошо все правильный кушает и так далее ведет образ жизни да тогда он находится более-менее в покое и все порядке но как бы то ни было кто бы как бы себя не вел момент рождения появления на цвет полностью закрывается этот канал ну практически закрывается этот канал и это совершенно дикий стресс для ребенка которая рождается для нового человека он рождается материальном теле проявляется наши материальные 10 и когда он рождается в этот момент он теряет полностью ощущение со своим прошлым то есть пока он еще там где-то внутри а еще до того он еще стоит примерно три-четыре месяца до появления до того что даже как родители что-то его запланировали да но он уже знает что они будут его планировать он уже знает должен будет происходить зачатие а он правда не знает что те женщины которые мамы которые делают аборт и его обрекают практически на бестелесное существование сколько представьте себе он по каким-то причинам притянулся своим родителям а и качество еще раз вот тут и дело что наши дети они имеет качество наших родителей то есть не мы его выбираем или просто как он появляется как говорил внести одно неосторожное движение и 5 нет ребенок выбирает нас поэтому соответственным образом он берет качество мамы и папы и качество папы если эта девочка она берет примерно под 75 процентов где-то в этом районе а матч идет примерно 75 процентов поэтому если происходит женщина решит решать делать забор когда ребенок получают в общем совершенно дикий стать и неизвестно когда он опять появится потому что душа и душа опять зависает причем на неопределенность и вот когда все-таки ребенок появился на свет то тогда он забывает все жизни этим и обуславливается этим и обуславливается та самая ситуация которую я уже рассказывал наверно слышали да кто-то читал в которой ордена задает вопрос своему высшему своей высшей инстанции высшему кришне на поле битвы куру кшетра он у него спрашивает скажи мне он-то знал что это не возничество а он просто играл роль возничество спрашивает скажи мне а почему ты помнишь все свои жизни а я не помню он говорит а потому что ты проявлен материальном теле и ты должен выполнять свой долг здесь если ты хочешь помнить свои жизни или не испытывать страданий материальном теле это ты должен преодолеть вот это самое колесо самцар где друзья немножко отвлекаюсь правда от нашей темы но я полагаю так что это интересно вот хорошо ладно давайте мы вернемся и вот ребенок когда появился на свет он обладает качествами своего предыдущего воплощения и вот если мы будем сейчас говорить все-таки очаговой системе и системе как она все происходит третье если смотреть по вертикали у нас есть восьмая девятая чакра восьмая чакра находится примерно на расстоянии ладони над макушкой восьмая девятая чакра находится над макушкой примерно на расстоянии вытянутой руки и вот это тот самый нимб который и на некоторые люди видят на голову человека причем он чем чем ярче такой нимб тем больше и тем сильнее развито эти чакры поэтому серафим царовского к примеру люди видели и обычно на иконах изображаются святые они запрашиваются снимом от головы от головы других техникам допустим развитие понимания чакра на правом плече примерно в районе правого и левого плеча находятся еще две чакры вот их называют 9 если мы говорим о системе скажем нашего тела ограниченного пространства микрокосмос то есть как они происходят то это не плоская система правильно мы находимся в тримерном пространстве то есть если мы возьмем и сделаем не круг а шаг идем функционировать и каждая чакра она должна как-то так вот желательно чтобы она функционировала правильно почему все-таки девять они чем мы когда скажем делаем анализ по системе нумерологии то мы разбираем все-таки у нас 9 верно у нас не 7 цифр нас 9 почему-то а почему у нас 9 цифра потому что ну вот каждая чакра будем считать имеют здесь свое значение поэтому если но наверное все представляют что такое ячейки допустим так ячейки матрицы и вот скажем 3 на 3 правильно 3 на 3 это будет 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 вот если мы считаем вот эти чакры они то ли там есть цифры то ли там нет цифры то ли там много цифр то ли там мало цифр ну вот таким образом как бы можно все определить давайте мы пойдем пока дичак ну в принципе еще раз очень грубо потому что анализировать каждую чакру это можно целое занятие на это сделать это наверное времени хватит поэтому давайте мы очень упрощенной очень коротко значит первая чакра это черты характер мы будем говорить только черта характера ну вот это такая как бы база она первая чакра она же самая находится самая корневая называет что такое корень это основательность это уверенность это выживаемость в среде это способность человека привлекать желанием вот бывают люди мы хотим все унестись вознестись куда-то там попасть вверх а внизу мы еще внизу не находимся мы не привязаны поэтому первая чака это связь с землей земля вот это основательность это пора реально мы стоим на земле и поэтому чё индус они у них там тепло только поэтому они ходят босиком нет не только поэтому они здесь ходят босиком кстати я тоже все время хожу босиком уже не знаю откуда это взялось на я хожу босиком даже зимой бывает так вот почему потому что у нас существует на пятках даже просто это не имеет отношения к чакрам но тем не менее примерно в центре наших ступней так как и в центре наших ладони существует точки входа в точке входа в энергии на улицу то может да сейчас или когда когда можно будет станьте на отраву на землю него и представьте себе вот эти точки входа их легко найти в китайской системе называют точками дракона вот поэтому мы когда смотрим эти фильм фильмы фантастические там вот с центра ладони выходят эти лучи это не просто так это не придумал действительно там находятся наши энергетические вот такие вот очень серьезные каналы мы сейчас не будем об этом говорить с действием статьи воздействия на вот эти вот несколько из точек которые долголетия потом как нибудь может сделаем программа и об этом расскажу и долголетие и все что угодно и можно решать все проблемы без таблеток на самом деле надо знать просто куда надавливается так вот понятно да вот это корень короче говоря я и есть я есть я существую вот начало это отчет всего психическая энергия в то же время это ваше эго вот это чакра номер один вторая чакра в принципе она все-таки называется сексуальная энергия он до умение привлекать деньги да почему ну вот радость эмоции вот эта способность асик материнства поскольку это действительно и особенность сексуальному взаимодействию вот третья чакра друзья если у вас есть какие-то вопросы вы спрашиваете 3 чакра это социальное общение воля победе также умение зарабатывать почему потому что мы из центра солнечная она находится в солнечном свистении она называется манипура вот и это умение проявлять себя в обществе достигать успеха в карьере менее влияет на окружающих логика опять же практичность ну все то что связано опять же с деньгами и как ими распоряжаться это все то что относится к третьей чакре есть кто читал кастанеду ну там известный персонаж дурхан и вот сам кастанеда который в принципе много там написал всего и вот он как-то был я вспоминаю одном из рассказов он видел как дон хуан с помощью то есть водопад правильно или скала и вот человек как бы и спускает с этой чакрой из этого центра и спускает выходит как бы канат что летать и он этот канат и риск на конце находится крюк этот крюк на вершину какой-то там откуда вот этот водопад скалы там какой-то и начинает собираться совершенно невероятно но это вот так происходит когда-то когда-то очень давно свое время я беседовал беседовал с олегом богачевым вот мы с ним проводили несколько передач и явно тоже брал консультации и он мне говорил что моя проблема ну одна из проблем лежит именно в области вот это пандельский называя solar plexus или солнечное спецнение или манипура вот там то есть и должен представлять то есть это уверенность как в себе да и ты должен представлять и это у нас желтый цвет мы наполняем эту чакру желтым цветом и мы с этого желтого этим желтым цветом управляем но опять же это не так просто вот сейчас мы закончим у нас временем так много я закончу или это проведет медитацию 4 чакра это эмоциональность умение отдавать отдавать но не только давать принимать любовь она указывает вот насколько насколько мы открыты для мира до мира потому что мы можем еще не только материализовать наше здоровье я сейчас говорю про 4 чакру эмоциональность магнетизм и так далее то есть это здоровье эмоциональность несмотря почему потому что очень многие люди до сердечные чакры они как бы путают такие понятия которые называются вот самое самое хорошее качество милосердие и очень похожи на него качество сентиментальность ну к примеру жалко кошечку и человек плачет умирает кошечка вот ну люди тоже умирает на самом деле ну и что делать но они переходят и закончилось то есть ему свой срок а кошечка умирает они не могут жить они плачут рыдают там особенно у нас хоронят с почестями там я не знаю в общем происходит кита вот это все называется извините меланхолия то есть называется сентиментальность они это другое умение сострадать это очень серьезное качество очень серьезные свойства которые свойственны человеку но опять же если не впасть вот это вот сентиментальность поехали далее 5 чак и шутка корловая чакра способность для общения это самоображение творчество реализация таланта заявление миру о себе смотрите 5 астров бастро номерологии это меркурий курьер 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 это а вот тут такие меркурианцы это ковенщики вот у них творчество их талант они моментально ориентируются они моментально отчет такое сразу готовы ответить причем это тюма вот то же время они привлекают от себя людей что могут продать все что хоть если захотят продать вот короче говоря управлять своими талантами это вот пятая чакра опять же еще раз очень упрощенно 6 чакра читает чакру это что это 3 класс циклопа вот они все понимаете умные интуитивные умения работы с информацией вот это 6 это профессионализм способность умения обрабатывать объемы информации 7 находится самая ну как бы такая которую мы все очень любим быть вознесенными и стремимся куда-то попасть непонятно куда но тем не менее стремимся это еще раз я бы сказал где находится так ну принципе все то что связано с каким-то более высоким качеством человека то есть мудрость вера интуиция но это уже не телесные понимаете это связь высшим я выйти за пределы своего тела не каждому дано полетать где-то там и вообразить и визуализировать да можно но связаться это то о чем часто беседу только виктором связаться с высшими силами с высшим я своим которые находятся не в теле она как бы так чисто физически наверное мы можем все это представить но в принципе за пределами почему потому что мы это частичка тело из частичка из частички земли а земля частичка вселенной принципе это копии наши здесь очень много всего можно еще раз рассказывать и долго рассказать но у нас к сожалению по времени мы будет вопрос вы пишите на вот в то же время это телесная интуиция имеем имеется в виду как нам эту интуицию проявить физическом теле но интуицию мы берем из внешних источников и не берем из внутренних источков мы пользуемся информацией внетелесной стоки с тонкого плана и мы хотим чего-то добиться и вот мы тогда должны понимать как наши на что должны быть направлены наши действия и как нам надо функционировать по порядку здесь понятно так аналитическая способность короче и умение смотрите смотреть сверху сверху себя вот выйдите из тела есть такие техники мощнее они да и посмотрите на себя посмотрите на то что мы делаем но как сервейшин анализ обзор самого себя сверху сбоку откуда угодно вне из извне понятно да здесь вот поэтому когда мы друзья когда мы говорим что мы под влиянием обстоятельств это чувствовать мы диктуем внешние обстоятельства меняется мир внешне вокруг нас он меняется но как он будет меняться будет меняться только с помощью нас самих как мы будем его видеть и поскольку мы все-таки я есть я это я забудьте на первый взгляд всех нас стремление кому-то помогать забудьте потому что если вы будете функционировать правильно так вы конечно будете помогать мы себя еще и близко не реализовали и еще как до луны короче говоря а мы уже пытаемся где-то кому-то и как-то понимаете то есть это все сложно но надо хорошо так возьмите связь коллективным разумом управление событиями своей жизни ну это уже как бы могущество что такое могущество могущество это знание вот мы живем в кальюгу это полное не знание это полностью игноральность по близки или это не вершество по-русски а вот знание поэтому гитлер искал примеру сталин искал почему потому что он хотел могущество ему не надо было знание для духовного какого-то общения ему надо было могущество для телесного воплощения его великих там планов и так далее то есть откуда мы берем вот это все из духовного источника вот но если мы будем говорить скажем ну наверно знаете доктора пифагора это способность управлять коллективной энергией управлять своей жизнью которая связана с коллективной мерки с родом понимать родом вот если там их мало тогда нету связи с родом то о чем я говорю нету поэтому юлия ответ вам по поводу вашего молодого человека знакомого нет у него связи с родом сожалению и когда будет реализация реализоваться его планы а тогда когда он захочет и захочет для начала до захочет разобраться с этим но кто же молодые люди где не хотят ничего они воспитаны так что им это 100 лет не на они не хотят этого знать поэтому ответ на это очень сложно ответить это очень будет субъективно когда сказать когда но для этого он должен что-то сделать понимаете и тогда мы будем видеть как будет меняться все а он не делает у него нету связи с женским началом вообще нету он не хочет жениться ему 100 лет это не надо поэтому как можно здесь ответить на ваш вопрос здесь много нюансов конечно есть люди вот гор может больше ответить наверняка потому что он по-другому анализирует вот но смотрите это будет через месяц это будет через два года когда-то он попадет в больницу тогда-то он я не про него я вообще дальше что это ли наше материальное благополучие существования цель наша не только это верно ведь поэтому скажем так надо это знать ну наверное надо но понимаете как за вас никто до нас никто не придет и не начнет нами показывать и давать нам таблетку таблетку достаточно но и таблетки и все будет в порядке нет вы мы должны сами поработать кроме таблетки давайте девятая чакра последняя чакра так дух разум вот это хроники акаши это не седьмая еще седьмая еще рано до хроники акаши это есть на знание сновидение способность подключение к информации это сверхспособность то есть вот предвидение память вот это девятая чакра как выйти за эти пределы в принципе техники есть и и и и и и и и Продолжение следует...